Сегодня Всемирный день недоношенных детей. Ежегодно на земле около 15 миллионов детей рождаются преждевременно. В среднем это каждый десятый ребенок. В Якутии, как и во всех странах, число недоношенных детей ежегодно растет. Однако спасать их жизнь, а главное, растить здоровыми, стало намного легче. Тему продолжит Марьяна Кутукова. С виду обычный мальчик Максим родился недоношенным. Мама его родила на седьмом месяце беременности. Состояние новорожденного было крайне тяжелым. У малыша диагностировали внутриутробную пневмонию легких. Один месяц Максима выхаживали в реанимации. Затем за его жизнь боролись в отделении недоношенных детей в медцентре. Врачи первое время никаких надежд не давали. Была сначала паника очень большая, был страх. И даже казалось, что мы, наверное, не справимся с данной ситуацией. А потом приходит время, когда ты начинаешь собираться с мыслями, силами и начинаешь работать с ребенком. Результат усилия врачей перинатального центра и родителей – здоровый мальчик, которому 12 лет. Максим ходит в школу и мечтает стать речником. Я думаю, поступить в институт. Речное училище. А почему речное училище? Потому что папа у меня там учился, брат мой учился там же. Кряхтись, да? Кряхтись. Первое в Якутии отделение патологии новорожденных открылось ровно 50 лет назад в детской республиканской больнице. Как и тогда, сегодня этот нелегкий труд выбирают только те, кто считает свою профессию призванием. Они такие маленькие, да, беспомощные. Хочется чем-то помочь. Они даже не умеют плакать. Одно движение для них – это труд большой. Ирина Максимова трудится здесь почти 30 лет. Сегодня она удостоена знака отличных здравоохранений Якутии, как и ряд ее коллег. Ежегодно из двух с половиной тысяч родов в медцентре в четверти случаях – это недоношенные дети. Если даже 10 лет назад выживаемость таких детей была под вопросом, то с развитием медицины сегодня врачи могут выходить младенца весом и 500 грамм. При этом хороший уход и забота врачей и родителей гарантирует здоровое будущее младенца.